В этом году 11-классники будут сдавать ЕГЭ в прямом эфире. Для этого 36 тысяч аудиторий страны оборудовали системой видеонаблюдения. Из них 16 тысяч будут проводить трансляцию ЕГЭ в режиме реального времени. В их числе и Губкинские. Камеры видеонаблюдения в школьных классах установил Ростелеком. Именно эта кампания утверждена Министерством образования России для обеспечения видеозаписей и трансляций из всех экзаменационных аудиторий страны. Основная задача видеонаблюдения – обеспечить прозрачность процесса сдачи ЕГЭ, а также повысить доверие общества к процедуре проведения экзамена. В Губкинском сдача единого государственного экзамена традиционно будет проходить на базе 7-й школы. К системе видеонаблюдения уже подключили 14 аудиторий. Дополнительно оснастили камерами штаб и вестибюль при входе. Процедура сдачи единого государственного экзамена будет показана в режиме онлайн. За трансляцией будут следить общественные наблюдатели, а за качество предоставления этой услуги будет отвечать Ростелеком. Все оборудование зарезервировано от безаварийных источников электропитания. Каналы связи, соответственно, тоже все зарезервированы. На момент проведения самих экзаменов в дни проведения будут созданы аварийные бригады. В режиме круглосуточного дежурства все это будет проводиться. Оборудование, отвечающее за запись видео, расположено в серверной. Именно отсюда информация будет поступать в Центр обработки данных. Для последующей трансляции на сайте смотриегэ.ру. Запись прямого эфира будет вестись круглосуточно 36 дней. Со дня сдачи первого госэкзамена до окончания последнего. Полученные видеозаписи будут храниться на сервере в течение еще трех месяцев. Еще одно новшество – распечатка контрольно-измерительных материалов прямо в аудитории. В аудиторию будет заходить член государственной экзаменационной комиссии с электронной цифровой подписью, которая дает право старту распечатки контрольно-измерительных материалов. Еще одно изменение касается проверки выпускников с помощью стационарных металлоискателей. В отличие от прошлого года, теперь учащиеся будут оставлять личные вещи до входа в пункт приема экзамена. Любовь Куликова, заместитель директора седьмой школы, говорит, что о нововведениях ученики знают. С новыми правилами и требованиями они ознакомились под подписью. К онлайн-трансляции отношусь нейтрально, поскольку для меня это не имеет значения, будет ли меня снимать или нет. Я также спокойно напишу экзамен, отвечу и уду спокойной душой. Я отношусь к этой ситуации двояко. С одной стороны, я считаю, что это действительно необходимо, так как многие люди действительно хотят пройти институт на халяву и сдать экзамены списывая. Но с другой стороны, такая ситуация может составить очень неудобное положение поставить тех людей, которые действительно сдают честно, но и которые могут пострадать из-за каких-то, скажем так, из-за человеческого фактора. Для того, чтобы при сдаче единого государственного экзамена не возникло спорных вопросов и выпускники чувствовали себя уверенно и спокойно, педагоги провели работу по психологической подготовке к экзаменам. Советы для выпускников также размещены на сайтах общеобразовательных школ и на стендах. Мы надеемся, что наши выпускники подойдут к единому государственному экзамену полной готовности и у них будут хорошие результаты в 2015 году. Первый государственный экзамен в нынешнем году выпускники сдают по литературе 25 мая. 28 мая состоится сдача ЕГЭ по русскому языку, а 1 и 4 июня по математике. Алиса Тугалукова, Денис Гонцов, Новости Губкинского. В продолжение темы приведем цифры. В прошлом году бюджет ЕГЭ в России превысил миллиард рублей. Давайте посмотрим. 600 миллионов из этой суммы потрачено на видеонаблюдение. 500 миллионов на разработку контрольно-измерительных материалов, организацию и проверку. Еще 63 миллиона рублей на доставку материалов спецсвязью в пункты проведения экзамена. По результатам прошлого года в число самых популярных предметов, которые выпускники сдавали на выбор, вошло общество знания. Его в прошлом году сдали более 400 тысяч человек. А также физика и история. Вы видите, какие цифры. Реже всего выпускники выбирали географию, литературу и информатику. Такие данные представлены на сайте eg.edu.ru.